В южнокорейском Пхёнчхане, где уже через считанные дни откроются 23-е зимние игры, самые горячие пара, там идут последние приготовления грандиозному спортивному празднику. Сегодня открылась Олимпийская деревня, в ней разместятся более 6 тысяч атлетов со всего мира. Представители некоторых делегаций уже прибыли, с особым теплом встречают гостей из России. Из предолимпийского Пхёнчхана Клим Санаткин. В Олимпийском парке финальные приготовления. Организаторы игр в Пхёнчхане не скрывают. Образцом для них стала Сочинская Олимпиада. Мы много переняли от Олимпийских игр в Сочи. Подготовились, чтобы все объекты были компактные. Мы ориентировались и на зрителей, и на спортсменов. С частью объектов так и получилось. Арена для состязаний хоккеистов, конькобежцев и фигуристов в шаговой доступности друг от друга. Чего не скажешь про трассы, где пройдут соревнования по сноуборду и фристайлу. В пути придется оставить примерно полтора часа. А вот дорога из аэропорта Сеула до этих Олимпийских объектов и вовсе займет около двух часов на скоростном поезде. И четыре с половиной часа на машине. В отличие от сочинских, десяти минут. Горный курорт Альпенсия в Хёнчхане, где находятся горнолыжные, санобобслейные и биатлонные трассы, будто замер накануне предстоящих игр. Хёнчхан, горный уезд, биатлон, бобслей, сноуборд, горные лыжи, прыжки с трамплином, а также церемония открытия и закрытия пройдет здесь, в горах Одессан. Прошлая Олимпиада летняя в Южной Корее проходила в 1988 году. Зимние игры ждали почти 30 лет. Скоро сюда приедут будущие чемпионы со всего мира. И, конечно, здесь особенно ждут российских спортсменов. Накануне открытия корейцы пригласили олимпийских чемпионов из России, чтобы рассказать, где и как будут проходить игры. Но для начала почетным гостям предлагают примерить традиционные костюмы – ханбок. Сезон зима 2018. Настоящий корейский мужчина. В национальной деревне Минсакчон российским спортсменам показали, как корейцы жили несколько столетий назад, как выглядели школы, дома и рынки, на которых часто выступали барабанщики. В промо-центре предстоящих соревнований тем временем можно в буквальном смысле на себе почувствовать приближение игр. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова снова на трассе. Правда, виртуальной. И снова победа. Россия, вперед! Нас здесь очень ждут. Тем более, потому что, ну, сами представьте, что такое олимпийские игры без нашей команды. Вы понимаете, спортсмен – это такой человек, который должен выдержать все. Музыка Прокофьева звучит в предолимпийской Корее. На льду чемпионы – золотые медалисты Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Игры в Пхенчхане они пропускают. В прошлом году стали родителями. Российские фигуристы – первые, кому корейцы доверили честь выйти на новый лед Каннын Айс-Арены. Ледово дворца, на котором пройдут олимпийские соревнования по фигурному катанию и шорт-треку. Увидев наших фигуристов на льду, даже рабочие отложили все дела в сторону и взялись за телефоны. Мы ждем, что приедут ваши фигуристы. Вся Корея болеет за этот вид спорта. А российские фигуристы – одни из самых сильных в мире. Долгожданный мастер-класс от российских фигуристов на льду школы Олимпийского резерва Южной Кореи. Каждое движение своих кумиров юные звездочки запоминают за Таилт Каню. Урок на льду заканчивается, кажется, слишком быстро. Все хотят получить чемпионский автограф. Татьяна и Максим – звезды, которых я мечтала увидеть. И выйти вместе с ними на лед – это что-то невозможное. Конечно, я рада. То, что они показали, мне пока тяжело повторить, но я буду стараться. В Южной Корее наших чемпионов узнают, фотографируются и, конечно, ждут. Самая большая страна в мире – Россия. На соревнованиях такого масштаба, как будущая Олимпиада, конечно, как же без вас. Мы ждем ваших спортсменов. Они должны выступить на играх. Клим Санаткин, Вячеслав Черешко, Никита Севастьянов и Илья Журавлев. Первый канал. Южная Корея.